Говорите с Юлией Таратутой Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Да, на данный момент я являюсь представителем партии, политической партии Альянс Зелёных, Народная партия. И не в данный момент, а уже на протяжении почти года я занимаюсь исключительно политикой. Наша партия была образована 26 апреля на учредительном съезде. Зарегистрированы были мы в мае. И перед проведением учредительного съезда я сделал заявление сказать, что я бизнесом больше не занимаюсь. Пока цифры в списках не поменялись, поэтому мы можем говорить о некой последней данности вашего состояния. Меня цифры в списке Форбс не интересуют. Меня интересуют цифры только роста благосостояния наших граждан. Я думаю, что этим надо заниматься в первую очередь всем политикам. Прекрасно. Давайте приступим тогда к этому моменту. Вы не просто ушли из бизнеса в пользу политики, а сегодня объявили о том, что вы пойдете на выборы губернатора Подмосковья. И вообще как-то вы видите себя во главе этого региона. Зачем вам это? Мы объявили не сегодня, мы объявили об этом в субботу. Да, объявили вы давно, но сегодня... Нет, объявили мы в субботу. Освеженную информацию. Партия с самого начала заявила, что она будет участвовать во всех избирательных процессах, в которых будет возможно участвовать. И на выборах в октябре мы участвовали в 14 субъектах федерации. Меня сейчас интересует ваша позиция главы региона, Подмосковья. Я считаю, что я родился сам в Подмосковье. Я считаю, что пришло время отдавать долг землякам и родной земле. Я вижу, в какой ситуации находится сегодня Подмосковье. Я считаю, что я могу предложить эффективную программу по выводу Подмосковья из той ситуации, куда она была загнана предыдущими губернаторами. А куда она была загнана? Сегодня Подмосковье это фактически свалка для Москвы, это гетто московское, это ночлежка, где люди только ночуют, они живут. Это целые районы без каких-либо перспектив, без развития экономики, живущие только на подачку и на дотации. Это сегодня место, где некомфортно жить жителям Подмосковья, куда некомфортно уже ездить, отдыхать. И никто сегодня, ни подмосковная власть, ни правительство Российской Федерации не думает о том, чтобы превратить это место действительно в место отдыха, в место жизни, в место развития, и в место, где будет комфортно чувствовать себя жителям Подмосковья и жителям Москвы. Глеб Геннадьевич, любой человек, который следит за выборами и занимается этим, скажет вам, что вы на эту минуту политик трудноразличимый. Да, вас уже плохо помнят в лицо, но я думаю, те люди, которые должны вас выбирать. И мне кажется, вы сами не очень собираетесь быть главой региона, поскольку вы понимаете, что ставка, она совсем иная. Вы заблуждаетесь в плане того, что я не собираюсь. Если бы я не собирался, я все-таки человек, который 20 лет до этого занимался бизнесом. Я не начинаю дел, в которых я не вижу, так сказать, возможности реализоваться и достигнуть успеха. А что касается того, узнаваем или не узнаваем, абсолютно правы. Наш партий, скажем, существует меньше года. Конечно же, я не особенно, так сказать, узнаваем. Но, с другой стороны, у нас очень много узнаваемых людей, которые за 20 лет ничего не сделали. И от них просто люди устали. И феномен, конечно, последних выборов президентских показал, что людям нужны новые лица. Людям нужны новые лица, людям нужны люди деятельные, которые могут реализовать свои цели и задачи. Вы помните процент правого дела в России? А от тех, так сказать, старых процент правого дела я не помню. Ну, вообще, на пути измедований любой правого дела. Но я думаю, что до 5 процентов. А сейчас, я думаю, что у правого дела меньше 1 процента. Я почему вас спрашиваю? Более того, последние выборы в октябре показали, что наша партия уже опережает правое дело. Не просто правое дело, она еще яблоко опережает по проценту. Ага. Глеб Геннадьевич, тут вопрос не в этом. Тут разговор о том, что, конечно же, любой человек, который станет за вас голосовать, а вы по-честному сердцем идете в эту компанию, ну, он увидит, собственно, ваше место в списке Форбса. Народ у нас богатых не любит. Это мой любимый вопрос. Феномен Прохорова показал сказать, что у нас народ относится очень хорошо к деловым людям. Это он в Москве показал. В Московской области... Феномен Прохорова. В Московской области, я уверен, что будет результат не хуже. Более того, меня отличает от всех других богатых людей. Я не участвовал ни в одной превоздиционной сделке в России. Я ничего у нашего народа, у наших отцов, детов, не украл. Все предприятия, которыми я владею, которые сегодня принесли мне такое состояние, были созданы после 92-го года. Созданы вот этими руками. И мне есть чем гордиться, так сказать. И я готов это людям и избирателям показать. Знаете, есть такое мнение, вот сегодня буквально возникли, ну, даже не то, что комментарии, а такие куларные разговоры. Почему вы идете в этот регион, в главу Подмосковья? И ответ такой, что просто у вас там бизнес-интересы, и это хорошая переговорная позиция для того, чтобы потом коммуницировать с господином Воробьем, а он ставленник. Кремля главный, единственный и важный претендент на этот пост. Сразу хочу всех разочаровать или кого-то обрадовать, по крайней мере, моих сторонников. Никаких бизнес-интересов у меня в Московской области нет. Никакой собственности в Московской области, кроме дачи, у меня нет. Поэтому я как раз считаю, что если ты хочешь реализоваться как политик, нельзя иметь дело, собственно, и дело там, где ты должен работать для людей. Ответ политик. Глеб Геннадьевич, я вот что хотела спросить. Ваш товарищ по партии, Олег Митволь, он, когда пошел на предыдущие выборы, совершенно было ясно, зачем он идет, он был спойлером Чириковой. Ну, то есть, просто ответов других не существовало. Понятно, что никаких шансов на то, чтобы какая-то компания была иная, не было. А вот с вами тут другая история. Потому что вы тоже, наверное, можете быть спойлером какого-то неинтересного кремлевого кандидата. Но я просто вот подумала, что помимо того, что вы можете там испортить положение вещей для человека от несистемной оппозиции, от условной Болотной площади, не знаю, Геннадия Гудкова, который вот собирается в чем-то участвовать, вы, в принципе, можете немножечко помешать Воробьеву. Но у меня задача не мешать кому-то, у меня задача победить на этих выборах, иначе я не шел бы на эти выборы. У вас нет шансов, вы же это понимаете. Я совершенно так не считаю. А что вас заставляет думать иначе? У меня есть все для того, чтобы победить. Что? У меня есть понимание, как достигнуть победы. У меня есть план, который нужно реализовать и который я донесу гражданам. У меня есть авторитет среди людей, и этот авторитет наработан многими годами жизни. У меня есть финансовые ресурсы, которые тоже мне помогут провести эффективно эту кампанию. На что вы их собираетесь потратить? Это ваше слово. Какие первые шаги? Я извините, что я вообще не собиралась так долго длительную тему, но вы мне даете новую почву для вопросов. Будет разработан план избирательной кампании, и в соответствии с этим планом она будет финансироваться. Пока первые наметки вы нам не расскажете. Ну, послушайте, это же, как и в любой кампании, должна быть интрига определенная. И давайте эту интригу сохраним. Прекрасно. Давайте сменим тему, Глеб Геннадьевич. Вот я в последнее время читаю и зачитываюсь буквально вашими колонками на тему и актуальной политики, и, собственно, кадровой политики Российской Федерации. И так выходит в последнее время, что там одна из ваших последних колонок, это колонка в поддержку Сергея Гласьева. Я напомню нашим зрителям, что речь идет о политике, об экономисте, который сейчас, один из претендентов, ну, по крайней мере, его имя называется, как одно из имен, возможное для того, чтобы возглавить Центробанк. Вы довольно публично и открыто как-то решили его защитить. Во-первых, от кого вы его защищаете? Во-вторых, считаете ли вы, что этот вопрос уже решен и вообще буквально стоит вести дискуссию в таком категоричном тоге? Юля, я думаю, вы заблуждаетесь. Я не считаю, сказать, там даже возможным защищать Сергея Глазева. Он очень взрослый человек, опытный и мудрый, в том числе и политик, и очень квалифицированный экономист. Он сам способен себя защитить. Я высказываю позицию рабочей группы, участником которой я являюсь. И у нас в научном сообществе вообще приветствуются дискуссии, приветствуются, сказать, разные точки зрения. В данном случае, когда я говорил о том, что, сказать, я отстаиваю эту точку зрения, я отстаиваю в том числе и свою точку зрения. А, сказать, в этой точке зрения у Сергея Юрьевича могут быть какие-то нюансы, сказать, по которым я, возможно, с Сергеем Юрьевичем не согласен. В частности, я не согласен был с Сергеем Юрьевичем по вопросу того, что западные страны, сказать, производят эмиссию или включают денежный станок для того, чтобы скупить российские активы. Это сугубо точка зрения Сергея Юрьевича. То есть, вам не понравился тезис, потому что, когда этот тезис услышал Анатолий Чубайс, он сказал, что такое мог сказать кто угодно, но не экономист. Я не хочу комментировать взаимоотношения и Чубайса, и Глазева. Оба эти человека, сказать, достойные, оба человека многое, сказать, что сделали, сказать, там в нашей стране, и пусть народ оценит то, что они сделали. С моей точки зрения эмиссия, это очевидно, в любом государстве производится в развитом государстве, в отличие от нашего только государства. В любом развитом государстве эмиссия производится только под бюджетные расходы и под поддержку отечественной промышленности, то есть так называемая кредитная накачка экономики. И, конечно, в первую очередь политики, осуществляя эту эмиссию или давая добро, сказать, на эту эмиссию, они руководствуются интересами своих граждан, а не в том, чтобы скупать активы где-то там в 39 царстве, в 39 государстве. У нас, к сожалению, эмиссия осуществляется только под поступление золотовалютных резервов, то есть под поступление валют. То есть как раз у нас-то эмиссионная политика совершенно никак не связана с нуждами наших граждан. И как раз вот то, что мы призываем в рабочей группе, которая, так сказать, работает в том числе с Сергеем Юрьевичем, изменить принцип эмиссионной политики. А Григорь Геннадьевич, вот, ну, вы журналисты, которые прочли доклад вашей рабочей группы целиком, в частности газеты «Ведомости», ну, просто именовало его возвращением к плановой экономике. Вы страшно возмутились, насколько я понимаю, такой оценки. А что не так? Расширение госсектора, такой оценки. Послушайте, журналисты, уважаемые мной газеты «Ведомости», прочитали одну из версий документа, который сейчас еще проходит обсуждение. И ужаснулись, очевидно. Ну, возможно, сказать, в этой группе работает несколько десятков, сказать, человек. Если бы мы читали бы документы, которые, так сказать, там, наше правительство, так сказать, там, вносит в Государственную Думу, на начальном стадии, поверьте, то же самое, так сказать, там, ужасали. А вы меня, знаете, что... С моей точки зрения, так сказать, там, люди, которые прочитали, они, еще раз сказать, они читали это как сторонние читатели. Они не видели, так сказать, всей глубины, всей напряженности дискуссии, которая идет в этой рабочей группе. И они прочитали версию, которая, так сказать, отнюдь не получит, я вас заверяю, реализацию в окончательной или финальной версии доклада. Я вас заверяю, что финальная версия доклада будет гораздо более глубже, содержательной и интересной. А скажите, вот... Если конкретно говорить, я очень человек, который любит говорить конкретно. Говорите. Мы, к сожалению, не все варианты рассмотрели. Что конкретно их ужаснуло? Ужаснуло, так сказать, там, то, против чего, так сказать, я возмутился, о том, сказать, что рабочая группа предлагает приостановить, подчеркиваю, приостановить приватизацию в стране. И все. Давайте, приватизация в стране, Юля, так сказать, в любой стране нормально, осуществляется по двум... Для реализации двух целей. Первое, это покрытие бюджетного дефицита, а у нас бюджетного дефицита отсутствует пока, он профицит. Только вот за первый квартал образовался первый элемент бюджетного дефицита. Но еще непонятно, какой будет по итогам года. А второе, это когда отрасль работает неэффективно, неэффективно. И государство уже понимает, что оно, так сказать, это предприятие не может вытянуть, так сказать, используя, так сказать, свой инструментарий. У нас сейчас в приватизации выставляются предприятия, которые являются очень эффективными. И выставляются в ситуации, когда мировая экономика неблагоприятна, так сказать, и неблагоприятствует их высокой справедливой оценке. У нас ПИИ по этим предприятиям, так сказать, если на Западе они 10 достигают, у нас достигают 2-3. Сразу возникает вопрос, что кто-то захотел использовать эту ситуацию для того, чтобы стырить эти активы. Мы это в 90-х годах уже видели, когда по приватизации, так сказать, украли активы. Вот сейчас, я так понимаю, что очень много людей, которые наворовали денег путем трансферного ценообразования, так называемого... Хотят обогатиться вновь. Да, и хотят, так сказать, просто по дешевке скупить эти активы. А кто, кстати, эти люди, вот эти злодеи? Я не знаю, спросите у правительства, они же выставляют эту программу, перетизация. Вы лучше, чем мы ориентируетесь в списке Форбс, где вы членствует. Вы знаете, я не думаю, что это те люди, которые, так сказать, фигурируют в списке Форбс. Ищите у чиновников. Я думаю, там эти люди сидят. Вы кого имеете в виду сейчас? Идеологов приватизации? Вы имеете в виду вице-премьера, Аркадия Дворкович, кого? Послушайте, я никого не имею в виду, я никого не знаю. Давайте, когда такие обвинения о воровстве звучат, значит, нужно говорить... Я говорю, сказать, что это одна из возможных версий, которая может быть. Мне непонятно, почему люди, вопреки такому, так сказать, очевидному факту, что надо разобраться с приватизацией, надо понять, вообще, выгодно ли сейчас ситуация распродавать по дешевке эти активы, с такой настойчивой уверенностью, не объясняя обществу, для чего это нужно, талдычит о приватизации. И поэтому все, что предложила рабочая группа, она предложила только приостановить, разобраться и дать обществу понятный, ясный посыл, для чего нужно приватизировать эти активы. И против этого все поделись. Я хочу задать вопрос, уточняющий. А я вот не понимаю, против чего все поделись. Если мы ведем разговор о рациональных хозяйствах, давайте тогда и на рациональных принципах принимать какие-то решения, исходя из рациональных принципов, а не исходя из учебников 30-летней давности, которыми руководствуют, в том числе, и многие вице-премьеры. И пока вас обвинили в том, что вы руководствуетесь учебниками 30-летней давности, вот это из Кудрина. Знаете, я не знаю, кто кого-то обвинял, я никого не обвинял, поскольку там те люди, чьими учебниками я руководствуюсь, я думаю, что эти люди даже не читали этих учебников. Это ваш следующий литературный спор, я думаю, вы как-то там разберетесь, кто что читал. Глеб Геннадьевич, тут такая история, я хочу просто немножко упростить наш разговор, поскольку у нас не экономический разговор, и наши зрители не так погружены, как вы, и как ваша рабочая группа в эту тему. Но есть символические вещи, нашим зрителям понятные, да, государство больше в экономике или государство меньше, больше ли частной собственности, меньше ли частной собственности. Хорошо, что вы заговорили о приватизации, это нашим зрителям понятная история. Вот, это такой, вот, все равно итог работы за подписью Сергея Глазьева, он производил впечатление совершенно символическое, так возмутившее журналистов. Это действительно производило впечатление такого советского доклада. И отделаться от этого ощущения невозможно. Потому что всякий раз, когда лоббируется идея, так популярная сейчас в некоторой части нашей элиты, создание некоторого национального чемпиона, который будет конкурировать, который будет, собственно, вот и создавать основу российской экономики, ну, для людей, которые немножечко, ну, как-то не хотят все время помнить про железные занавесы, про борьбу с Западом, которая сейчас чести. Ну, вот я просто рассказываю вам причину возмущения. У вас не было впечатления, что вы выпускаете советский доклад? Еще раз сказать, там никто никакого доклада не выпускал. Были некие рабочие материалы одного из советов при Президиуме Российской Академии Наук. Доклад будет выпущен только в марте месяце. И то, что всех возмутило, я, кстати, лично с этим не согласен, и я лично под этим не подписывался. Я никогда не подписывался под тем, что необходимо усиливать роль государства в экономике. Более того, я считаю, что государства достаточно в нашей экономике. И вот под чем я подписывался, в том, что не надо проводить поспешную приватизацию, но и не надо проводить никакого государствления. И все знают, например, мою позицию о том, что у нас, я как раз самый ярый сторонник, который выступает против монополизации и против приобретения компаний, в том числе, когда государственные компании выкупают частные компании, в частности, нефтяной промышленности. Я всегда выступал против этой позиции. Я считаю, что сейчас нам надо успокоиться и объявить, что правительство будет принимать решения только исходя из рациональных принципов. А сегодня у нас, к сожалению, либо стоят интересы чиновников, которые ратуют за государственный капитализм, либо интересы чиновников, которые хотят по дешевке скупить активы. Вот и все. А экономисты как раз предлагают все посчитать, разложить, после этого внести в парламент, судить там программу приватизации. И после этого, только когда обществу все это будет понятно, или о государствении, или приобретении новых активов. И только после этого, так сказать, расходовать бюджетные средства. Либо на приобретение новых активов, либо привлекать в бюджет эти средства, если в этих средствах есть необходимость. Я опять хочу вернуть немножечко политическую ноту. Глеб Геннадьевич, вы говорите о компромиссе, о том, что либо госкапитализм, либо продадим все. Послушайте, сейчас вам хочу сказать, что мировая экономическая мысль сейчас только об этом и говорит. Вот прекрасно. Нету либеральной идеи и нету, так сказать, плановой идеи. Я хочу прогрессировать. Весь мир для них уже давно, эта задача решена. Только мы до сих пор все спорим. Все спорим до хрипоты, что выгодно, что невыгодно. Понимаете, вот вы как женщина, понимаете, что нету черного платья или белого платья. А есть ситуация, в том числе временная, в том числе с событием это связано. И тогда вы выбираете между черным, белым, а может быть и серым нужно одеть. Почему у нас в экономике все время, скажем, какие-то крайности? Не бывает в жизни крайности. Давайте успокоимся, и уважаемые либералы, и уважаемые сторонники госкапитализма, давайте перестанем вести эту бессмысленную дискуссию. Почему же вы тогда выступили на стороне крайности? Вот есть такое мнение, что... Я выступил на стороне крайности, потому что я против бесхозяйственности. Я против бесхозяйственности. Я против того, чтобы позволить воровать активы у нашего народа. Вот я против этого. Я только выступил против этого. И второе, я считаю, что когда вы, например, строите свою жизнь, вы, конечно же, руководствуетесь планом. А у нас сейчас государство, так сказать, руководствуется только годовым и трехлетним планом. Разве это возможно для такой большой страны, так сказать, видеть в таком узком горизонте? Ни одна страна мира, которая добилась успеха, никогда не мыслит горизонтами от одного до трех лет. Это только непонятные люди в Минфине могут, так сказать, мыслить такими категориями. Любая страна, и вы, в том числе, свою жизнь, строите как минимум на пять, на десять лет. Так давайте, так сказать, тоже жить, так сказать, реалиями, которыми нам подсказывает природа. Я поэтому испариваю зеленых, что я все от природы, от земли. Вот это меня больше всего очень интересно. Вот знаете, что вас роднит с политиком, вообще с образом политика, это вот напор и темперамент. И как-то вы очень сейчас воинственно взялись обличать то ли девушку в белом плоти, то ли в черном. Вот я вот раз никого обличать не хочу, я всех призываю к рационализму и к рациональному хозяйству. Я повторюсь, я повторюсь, что вы находитесь все-таки в той группе, которая у людей, ну, немножечко как-то представляющих себе полюса российской политики, ассоциируется с именем конкретного человека. Именно сторонник, идеологом вот того, что вы назвали госкапитализм. Куратором вашей рабочей группы, неформальным, называют Игорь Ивановича Сечина. Как вы попали в эту группу и нравится ли вам, собственно, это мнение журналистского и политологического сообщества? Первый раз об этом слышите. Первый раз об этом слышите. Правильно ли я понимаю, что вы последовательно критикуете российское правительство уже не только экономическим способом, а именно политическим способом? Вы написали письмо, в котором много курьезных всяких элементов, но есть главный тезис, это свергнуть Дмитрия Анатольевича Медведева и заменить одно правительство на другое. Юля, у вас, мне кажется, вы руководствовались информацией, которая не является проверенной. Почему? Я внимательно прочла сообщение декабря. Тогда, если вы прочитали бы это внимательно письмо, и письмо, которое было направлено президенту нашей страны, мы нигде не призывали, сказать, там, к отставке Дмитрия Анатольевича Медведева. Мы призывали и говорили о том, что крайне неэффективное правительство. Мы говорили о том, что необходимо это правительство обновить, и мы говорили, что президент страны сам должен выбрать фигуру премьер-министра. А как вам кажется, кто в кого должен выбрать себя президент? Это будет Дмитрий Анатольевич Медведев, которому доверяет Владимир Владимирович Путин. Мы как раз сказали, что мы готовы работать под любым премьером, если мы поймем, что этот премьер готов разделять те идеи, те взгляды, которые мы готовы ему предложить. Вы же сами понимаете прекрасно, что если вы так отругали его правительство, то уж очевидно, что и тень вот этого неработоспособного правительства падает на Дмитрия Анатольевича. Я хотела спросить, кто вам кажется дееспособным? Я считаю, что когда мы говорим о экономической политике такой страны, как Россия, которая сегодня действительно находится в сложной ситуации, как и весь мир экономической, ничего такого страшного в том, что правительство признается недееспособным, нет. Президенту надо, с моей точки зрения, только реагировать, если он видит, что это правительство недееспособное, а не руководствуется какими-то договоренностями, которые, так сказать, там, обществу непонятны. А президент у нас дееспособный, по-вашему? Президент, я считаю, у нас очень дееспособный. И он как раз, так сказать, там показывает, что он умеет, так сказать, там преобразовываться, умеет трансформироваться. Единственная проблема у него с командой, он не может менять команды. А, так сказать, всем уже очевидно, что, так сказать, там команда и что эти институты, которые, так сказать, возглавляют члены его команды, они всем обществом уже признаны неэффективными. Я все-таки хочу понять, если не Медведев, то кто, по-вашему? Вот, например, Игорь Иванович, был бы хорошим? Вы знаете, я даже не хочу об этом задуматься. Это вопрос... Вы не можете не задуматься, вы политик. Вам будут задавать эти вопросы вновь и вновь. Кто вам кажется правильным премьером в России? Я считаю, что самая лучшая кандидатура – это моя кандидатура. Что ж, тогда напоследок я вас спрошу, как бывшего сенатора, как вам вообще то, что происходит с российским парламентом, с уходом депутатов, с уходом сенаторов, со своих постов? И вот сам критерий, по которому они теперь уходят – наличие или отсутствие зарубежной недвижимости, а чаще всего недвижимости в Майами. Как вам кажется, вообще должен быть у парламентария какой-то отпуск за границей, дом за границей? Я выступил резко против этого закона. И хочу сказать, что это право любого человека иметь собственность там, где он хочет, открывать счета в тех банках, в которых он хочет. Обязанность публичного человека – декларировать эту собственность, декларировать эти счета. И если выявляется, что он не задекларировал, этот человек тогда должен уйти в отставку по моральным соображениям. Он обманул своих избирателей. А сам факт вообще наличия западной недвижимости не кажется вам признаком непатриотизма? Нет, не кажется. Скажите, а вот представьте себе, что вы сейчас в Совете Федерации, и вам приходится либо выбрать или-или, то есть либо место, либо недвижимость, счета в данном случае. Что одно и то же, как мы все знаем. Послушайте, это выбор каждого конкретного человека. Ваш выбор, меня интересует. Я бы перевел бы просто счета в российские банки, открыл бы счета в российских банках и также продолжал бы работать сенатом. Спасибо, с нами был бывший сенатор Глеб Фетисов, нынешний политик, в прошлом бизнесмен. А это была программа «Говорите», я ее ведущая Юлия Таратута. Скоро встретимся. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.